Фестиваль культуры и творчества «Палитра мира» проводится в СГТУ имени Гагарина ежегодно на протяжении уже шести лет. В 2018 году фестивальная программа была очень насыщенной. Туристический «Гагаринский слёт» проходил на туристической базе «Иволга» с 28 по 30 сентября. В программе «Слёта» было много интересного – тренинги и командообразование, формирование лидерских качеств, художественные мастер-классы, гребли на байдарках и сапбордах, стрельба из лука, квест и многое другое. Экскурсионно-познавательные туры по следующим местам. Саратовский театр «Кукол-Теремок», город Вольск, центральная часть города и картинная галерея Вольского краеведческого музея. Город Калининск, центральная часть города и Калининский историко-краеведческий музей. Боковский конный клуб Саратовского района. Город Саратов, музей-усадьба Бориса Мусатова и Саратовский художественный музей имени Радищева. Посещение спектаклей в Саратовском театре «Кукол-Теремок» и театре драмы, музыке и поэзии «Балаганчик». 17 ноября был организован масштабный фестивальный день с концертной программой, мастер-классами, конкурсом рисунков, выставками, культурно-просветительскими встречами с представителями армянской и казахской общины Саратовской области. Серия пленеров для учащихся города Саратова в основных музеях. С 4 по 2 ноября было организовано 11 пленеров. Общее количество участников составило более 300 человек. Серия открытых лекций и мастер-классов для творческой молодежи города в СГТУ имени Гагарина и в Саратовском областном художественном училище имени Боголюбова. 23 и 26 ноября 2018 года были организованы встречи с Матвеем Щербаковым. Сегодня я буду рассказывать про то, как дизайнеру, интерьеру и архитектору устроиться в жизни после окончания университета, как найти свою линию в творчестве и как выделиться среди остальных дизайнеров. Лекции посетило около 120 учащихся профильных направлений. 27 и 28 ноября учащиеся встретили с Сергеем Владимировичем Гавиным, заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России из Москвы. Известный преподаватель и педагог рассказал об искусстве создания габелена. Лекции посетило около 100 учащихся профильных направлений. 27 и 30 ноября прошли лекции и мастер-классы с Натальей Татко-Петуховой, художником-проектировщиком, членом Союза художников России из Москвы. Слушатели смогли узнать тонкости зарисовки линейных эскизов, особенности работы в стиле фэшн-скейдж. Лекции посетило более 60 учащихся профильных направлений. В сегодняшний день этот вопрос быстрых скетч очень актуален, потому что часто, работая с заказчиком, необходимо очень быстро показать или нарисовать какой-то эскиз уже навстречу, предоставить какую-то информацию. Поэтому в наше время это гораздо более актуально, нежели чем раньше. 6 и 7 декабря все желающие смогли посетить лекции и мастер-классы на тему «Живопись» от известного армянского художника Воружана Епримяна, члена Союза художников Армении, Творческого союза художников России и Творческого объединения художников «Мир». Также в рамках фестиваля прошел первый международный открытый конкурс молодых дизайнеров и модельеров из ткани «Целый мир создам». В конкурсе приняло участие более 323 заявок, а также более 437 участников. Были присланы заявки из 101 населенного пункта, 45 регионов Российской Федерации и двух стран – России и Армении. К очному участию в финальном этапе были приглашены 4 финалиста для создания коллекции в городе Саратове с 3 по 7 декабря. 8 декабря прошел модный показ финальных коллекций, после которого места конкурсной программы распределились следующим образом. Гран-при Анастасия Абхадзе, студентка Белгородского государственного института искусств и культуры «Россия». 1 место. Маргарита Аванесян, студентка Армавирского государственного колледжа искусств Республики Армения. 2 место. Рэвик Гулабян, студентка Армавирского государственного колледжа искусств Республики Армения. 3 место. Алексей Попов, студент ППК из ГТУ имени Гагарина, специальность декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, город Саратов, Россия. Очень дружно, весело, совместно работали и очень понравилось. Проект фестиваля – призер Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году при поддержке Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра.